Киберпреступления Как отличить покупателя от эфириста? Горячая среда, нарджаники загорели гаражи. По месту прибытия наших подразделений был виден дым. В чем причина ЧП? Холода близко, в городе завершены работы по подготовке к отопительному сезону. В этом году у нас получили паспорта готовности все потребители. Когда включат батареи. А также Беларусь в Зимбабве, ДТП на Гагарина и Оранжевая пятница. В прогнозах снова дожди и туман, когда станет ясно. Отработанные схемы. В Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета ежедневно поступают сообщения о краже денег в сети. Интернет-мошенники как нигде орудуют на площадке бесплатных объявлений куфор. Мария Бересневич узнала, как не попасться на удочку аферистов. Фишинг, вишенки и сайты зеркала. Сегодня для оперативников это не просто термины, а четко разработанные уловки мошенников. В стране участили случаи кражи денег через интернет. Больше других киберпреступники втираются в доверие к продавцам сайтов бесплатных объявлений. В антитопе сейчас куфор. Схема проще простого. С вами посредством определенных мессенджеров вайбер, ватсап связывается злоумышленник, который представляется как потенциальный покупатель. В итоге предлагают вам в ходе переписки перейти, но данный сайт является не сайтом торговой площадки куфор, а фишингом, то есть подземным сайтом. При переходе на данную ссылку, значит, лицу необходимо предоставить реквизиты своей банковской платежной карты с целью получения в дальнейшие якобы денежных средств за приобретаемый товар. Только вот на деле деньги на карту не поступают. Наоборот, списывается все до копейки. Как только доверчивый продавец предоставляет реквизиты и личные данные для вора в сети, как говорится, дело в шляпе. Третьим лицам нельзя передавать реквизиты банковской карточки, логины, пароли, смс-коды, которые приходят в смс-сообщениях, коды 3D Security. При фотографировании банковской карточки на пересылке други по друге никогда не передавайте трехзначный защитный код, который находится сзади банковской карточки. В некоторых случаях лучше не передавать вообще никакие реквизиты. Если человек вам сбрасывает ссылку, внимательно смотрите, какая ссылка происходит, потому что в основном фишинговые ссылки имеют расширения, такие как .ru, .com и другие расширения. Все официальные источники на территории Беларуси имеют либо .com, либо .buy. Вот и Павел Бурлаков из Бобруйска хотел продать телевизор и чуть не остался ни с чем. Вместо вырученных 400 рублей мог попасть на минус 300. Продавец вовремя спохватился. Покупатели, говорит, появились тут как тут, но что немаловажно отозвались именно в Вайбере, код оператора Венгрия. Были невнимательны, игнорировали какие-то тревожные сигналы. Например, как это уже казалось в конце, когда после всей ситуации решили открыть, почитать, что пишет куфор по этому поводу, мы просто попали в каждый пункт. То есть каждый пункт предупреждения площадки торговый куфор был про нас. Только за сентябрь бобруйским оперативникам поступило 37 сообщений от жертв куфор-мошенников. И это только одна площадка. Преступники, как правило, иностранцы. После подобных сделок найти зарубежных аферистов крайне сложно. Проще включить бдительность. Чтобы продажи на популярной площадке были защищенными, для пользователей черным по белому прописали правила безопасности. В разделе «Как не стать жертвой мошенников» все разложено по полочкам. Актуальны сейчас и мнимые звонки из банков. Киберпреступники выдают себя за сотрудников службы безопасности и просят продиктовать личные данные, якобы пытаясь уберечь клиента от похитителя. После вымышленные банкиры вместе со списанными деньгами исчезают в никуда. Во время таких звонков, уверяют правоохранители, трубку стоит класть тут же без зазрения совести. Мария Бересневич, Максим Глёнко, Павел Зуев. Павруйск, 360. Влетел сзади. Сводки инспекторов ГАИ пополнились еще одним ДТП. Дорожно-транспортное произошло около трех часов дня. На Гагарина столкнулись Альфа-Ромео и Газель. По предварительной информации водитель легковушки не справился с управлением. В результате удара перед авто в смятку потребовался эвакуатор. Подробности аварии смотрите в пятничном выпуске. Накануне вечером полыхал гаражно-строительный кооператив Нарженикидзе. Сообщение спасателям поступило в 19.37. К моменту приезда огнеборцев из гаража валили клубы дыма. Сотрудники МЧС скрыли строение. Внутри находился Митсубиси 99-го года выпуска. Пострадало имущество в гараже, а также капот и лобовое стекло. Пострадавших, как сообщается, нет. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. Зеленая ветка, новые рейсы и укол здоровья. В вакцинации 2020 примут участие 4 миллиона белорусов. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Прививки от гриппа в этом году сделают почти 4 миллиона белорусов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пеневич. По его словам, это будет хороший вклад в снижение эпидемической заболеваемости. Беларусь поставит Зимбабве 800 единиц техники для полей, ферм и сельхозкомплексов. Первая партия, 100 тракторов и 20 комбайнов уже доставлены. К концу 2020-го прибудет еще порядка 500 машин. Для их продажи и обслуживания в американской столице открыли торгово-сервисный центр. А завершено строительство четырех новых станций метро. Сейчас идет обкатка железнодорожных составов. Среди ноу-хау зеленые ветки защитные экраны по обеим сторонам платформы и траволаторы. По маршруту, к слову, будут курсировать новые поезда «Штадлер». Минск-Транс отменяет ежедневные автобусные рейсы в Ригу. Такая информация размещена на сайте предприятия. Одновременно будет организован ежедневный маршрут «Минск-Вильнюс» с отправлением из Минска в 22 часа, а из Вильнюса в 2.50. В Беларуси активными темпами идет уборка сахарной свеклы. Многие хозяйства Минской области ставят рекорды – собирают 700 сантиметров с гектара. В середине ноября фермеры планируют завершить уборку сладкого корнеплода. Стали очевидцем происшествия? Блитча с удовольствием на малейшие проблемы есть эксклюзив. Корреспонденты «Бобруськ-360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. За окном октябрь. В Бобруське завершены работы по подготовке к отопительному сезону. Паспорта готовности получили более 700 потребителей. Максим Кембель узнал, когда включат батареи. На календаре 8 октября. А значит, совсем скоро стартует отопительный сезон. Сани, как известно, готовят летом. Вот и коммунальщики еще до начала холодов выполнили весь спектр подготовительных работ. Проверили приборы учета, манометры, термометры. По необходимости заменили счетчики и трубы. В этом году у нас получили паспорта готовности все потребители и теплоисточники города Бобруська. 704 потребителя и 63 теплоисточника. То есть, в принципе, все работы потребителями на системах отопления завершены. Современные технологии проникли и в сферу ЖКХ. Например, на интернациональной 22 тепловой пункт полностью автоматизирован. Специалисту остается только контролировать его работу. Все остальное – дело техники. Мозг теплового пункта находится в этой небольшой коробочке. Сюда стекается информация о температуре и расходе воды. Здесь же вычисляется потребляемая энергия. Подобный ноу-хау и в ангиографическом комплексе больницы имени Марзона. Самый важный аппарат – контролер регулятора температуры. Висит на улице датчик температуры. Забит температурный график. И в зависимости от температуры наружного воздуха он задает необходимые параметры теплоносителя. Главный критерий включенных батарей – температура воздуха за окном. Первым делом тепло поступит в больницы, детские сады и поликлиники. После идет жилфонд. Последние в очереди административные здания. При этом градус термометра должен держаться ниже 8. Минимум 5 суток. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Хорошо, надо это рассказать на кабинете. Отпустят с карантина только при условии, что все в порядке. Что нужно для открытия бизнеса? На базе отеля «Турист» пройдет стартап-мероприятие. Спикером выступит предприниматель практик Андрей Редько. Он расскажет о том, как подстроить продажи под новые условия. Обучение пройдет 10 октября в 13 часов. Участие бесплатное. Четверг в Бобруйске был по октябрьски пасмурным. К вечеру пошли дожди. Огрозы так и не прогремели. Надолго ли тренд? Анастасия Пахлёстова. Последний рабочий день недели выдастся облачным с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны сгустится туман. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В некоторых районах пройдут дожди. Особенно промокнет восточная половина. Порывы южного ветра будут колебаться от слабых до умеренных. Завтрашний день задаст тенденцию наступающим выходным. Ночью воздух остынет до плюс 13. Днем потеплеет до 18 градусов. Такая же температура будет в субботу и воскресенье. Во Франции из-за ливней погибли 5 человек. В некоторых районах за сутки выпало рекордное количество осадков. Вышедшие с берегов реки разрушили десятки зданий, около 35 километров горных дорог и множество мостов. Целый ряд населенных пунктов отрезан от внешнего мира. Продукты и воды туда доставляют с помощью вертолетов. По данным спасателей, 13 человек числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Ураган Дельта бушует на главном карибском курорте Канкун в Мексике. Скорость ветра достигает 177 километров в час. Стихи оставляют после себя разбитые окна, поваленные деревья, затопленные дороги и перевернутые лодки. Тысячи жителей и туристов укрылись в убежищах. Ожидается, что Дельта снова укрепится и повернет на север в сторону Луизиан и Техаса, угрожая крупным нефтяным объектам. Завтра в Бобруйске будет облачно, временами покажется солнце. Синоптики сообщают, дождя не предвидится. С юго-востока подует ветер со скоростью 2,4 метра в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 17, ночью похолодает до плюс 13. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях, на эфире. Каждый будний вечер. Счастливо!